Около двух лет возводился храм иконы Богородицы Неопалимая Купина в дачном поселке Кубинка 60 по инициативе самих дачников. Собрали подписи, обсудили, спланировали. Были и скептики, сомневавшиеся в целесообразности возведения церкви в местах, куда люди приезжают отдохнуть, побывать в тишине и уединении, но все-таки решили строить. И вот праздничную литургию в честь престольного праздника возглавляет благочинный церкви Денцовского округа и настоятель храма Архимандрит Нестор. В своей проповеди отец Архимандрит поздравил прихожан с престольным праздником, призвав помнить о том, что любой православный храм посвящен Богу. Храм называется, предположим, Неопалимая Купина, иконы Божьей Маги. Но все равно в любом случае это храм Божий. Для верующих Пресвятая Дева – особая покровительница и заступница перед Богом. Ее икона Неопалимая Купина – символ чистоты, непорочности и силы. Недаром к этой иконе обращаются с молитвой о заступничестве в бедах и в болезнях. Она хорошо помогает против пожара. Она красивая сама по себе. Красотой своей иконы обязана ветхозаветному событию, когда Пашему овец пророку Моисею довелось увидеть Неопалимую Купину – несгорающий черновый куст, в котором ему явился Бог, призывающий вывести народ Израилев из Египта в землю обетованную. И как ветхозаветная Купина оставалась невредимой во время охватившего ее огня, так и Пресвятая Мария, родившая Иисуса Христа до Рождества и после, пребывала Девою. Потому один из двух острых четырехугольников на иконе красного цвета – это огонь. Другой – зеленый цвет Купины, неповрежденный пламенем. В центре, как в Купине, Пречистая Дева с предвечным младенцем. По углам символа четырех евангелистов в руках Богородицы лестница, указывающая на путь к Богу. История этой храмовой иконы необычна. Иконы, которые описаны, вот эти две, это писал старец на Афоне, практически уже слепой. Последнюю иконку, вот он дописывал Спасителя, он практически уже был слепой. Он ее уже вслепую дописывал. Иконы, которые основаны на иконостасе, неополимая Купина, содержитель литерой ручицы, написаны на Афоне старцем Тихоном. Он вообще не где-то же, он пишет пальцами, на ощупь пишет. Вот неополимая Купина, он писал полгода. Вот он пару раз прикоснется, отнесет в храм, молится ночь, потом отставит в сторону. Торроручица попала совершенно случайно к нам. Когда сюда переправляли, ошиблись. Сначала прислали торроручицу. Я когда открыл, говорю, заберите. Нет, икону забирать нельзя, она уже ваша. Среди храмовых икон образ святых царственных страстотерпцев Серафима Саровского. Есть семейная икона председателя попечительского совета, убежденного, что место иконы в храме. Очень яркое впечатление. Конечно, потрясающий хор и потрясающий звук. Просто служба прошла замечательно, очень трогательно. Нам очень понравилось. Светлый, хороший, большой храм. Новый храм возводился не столько на деньги прихожан. Привозили кто строительный материал, кто кирпич, кто кровлю. У настоятеля и прихожан еще много работ. Предстоит завершить отделку, благоустроительство храма, а также возвести здание воскресной школы. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.